На выставке Инопром Ульяновская область представила разработки, способные заменить иностранные аналоги. Для их широкого выпуска и дальнейшей модернизации требуются финансовые вложения. Регион ищет возможности получить поддержку развития своего производственного потенциала. В этом году мы планируем по нашим планам, я думаю, они будут реализованы, получить в два раза больше поддержки, чем в прошлом году. Хотя в прошлый год тоже сработали неплохо, около 2 миллиардов инвестиций, льготных кредитов на привлекли наши компании. Сейчас в работе несколько заявок, общая сумма там около 5 миллиардов рублей. Одно из ключевых решений по итогам работы ульяновской делегации в Екатеринбурге – создание трех новых технопарков на территории нашего региона. Потенциал этой задумки оценил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОС России Андрей Шпиленко. В числе будущих резидентов технопарка «Электроник» – компания «Металлкомпозит» – одна из базовых площадок Ульяновского наноцентра. Основным направлением на сегодняшний день нашей деятельности является разработка и производство металломатричных композиционных материалов. Это специализированные металлические композиционные материалы, которые делаются для различных областей электроники. Для обеспечения устойчивого теплоотвода, сборки современных радиоэлементов. Также работой в качестве резидента промтехнопарка заинтересована компания «Камбери», чьи разработки, представленные на стенде и на промо, глава Минпромторга Денис Мантуров поручил внедрить в промышленное производство. Зайти в «Электроник» планируется с двумя основными направлениями – электрохромным стеклом и долгосрочной батареей питания, невосприимчивой к температурам. Количество циклов заряда-разряда порядка 50 тысяч циклов. Для понимания батарейка в телефоне имеет количество циклов порядка тысячи. Это в 5-10 раз дольше. Если среднестатистический телефон живет 3-4 года, то такая батарейка будет жить 15-20 лет. Существуют импортные аналоги, но аналогов нашим изделиям в России не производится. Кроме того, те изделия, которые мы предлагали на выставке, они в выгодную сторону отличаются от импортных аналогов. В первую очередь, по своей доступности у нас полностью отечественная элементная база. Во-вторых, по своей цене. Некоторые образцы выпускаемой продукции на порядок дешевле зарубежных. К примеру, электрохромное стекло на мировом рынке стоит 3 тысячи долларов за квадратный метр. Ульяновский аналог в 10 раз дешевле. Наш регион готов стать надежным звеном в цепочке импортозамещения. Планируется, что ульяновские компании выстроят бесперебойное взаимодействие в цикле производства с другими субъектами. Сейчас идет подготовка к выполнению проекта создания технопарков. Подбираются подходящие территории. Площадь электроника, к примеру, по задумке, превысит 10 тысяч квадратных метров. Но и до официального открытия будущие резиденты продолжат работу по своим инновационным направлениям на базе исследовательских комплексов наноцентра. Александр Злобин, Олег Тимонин, Репортер 73.